Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Телефонное мошенничество в настоящее время остается одним из самых распространенных видов преступлений. Написано множество инструкций, как не стать жертвой кибер-аферистов, однако последние придумывают все новые и новые способы выманивания денег у россиян. Какие же схемы телефонного мошенничества популярны сегодня? Как распознать, что с вами говорит преступник? И что необходимо предпринять, чтобы не стать его жертвой? Разобраться в этих вопросах нам поможет заместитель прокурора Самарского района города Самары Александр Бахчев. Здравствуйте, Александр Игоревич! Здравствуйте, Инна! Александр Игоревич, все-таки так много разговоров об этом. Почему телефонное мошенничество продолжает оставаться таким распространенным? Инна, ну, перед тем, как ответить на вопрос «почему», я полагаю, требуется ответить на вопрос «что?». Что же такое вообще телефонное мошенничество? Само мошенничество определяется как кража, совершенная путем обмана и заупотребления доверием. То есть это такой механизм тайного хищения при введении жертвы в заблуждение. Телефонное мошенничество – это подвид мошенничества, где направлено получение конфиденциальной информации, персональных данных, банковских карт и других носителей материальных ресурсов, посредством использования которых злоумышленник может получить денежные средства. Отвечая на вопрос «почему», ну, все просто. Каждый год уровень вовлеченности и уровень пользователей интернет-ресурсов, он только возрастает. Уже с самого раннего возраста наши жители используют средства мобильной связи, интернет-банкинг, есть различного рода детские банковские карты. И так вплоть до, собственно, пенсионного возраста. Учитывая то, что широкий круг активных пользователей непрерывно увеличивается, то и, соответственно, злоумышленников формируется все больше, так скажем, соблазнов совершить преступления в отношении неопределенного круга лиц. Плюс, наверное, следует обратить внимание на анонимность и дистанционность таких преступлений, которые зачастую позволяют оставаться преступниками безнаказанным. Собственно, наверное, в этом и есть отличительная особенность телефонного мошенничества во всем, что вы перечислили. Конечно, отличительными особенностями я бы еще назвал способы совершения преступления, поскольку преступники используют различного рода психологические уловки, систему провоцирующих вопросов, отвечая на которые, мы все больше убеждаем сами себя в достоверности преподносимой нам информации. Учитывая, что преступник не знает, с кем конкретно он разговаривает, имея дело, он не знает социальный статус своей жертвы, он не знает его уровень достатка, дохода, то и преподносимая информация, она типична для любого гражданина. Он старается найти болевые точки, такие как дети, такие как здоровье, такие как денежные средства, наличие непрерывной связи, для многих это является критически важным с учетом современного оборота делового. Наверное, это стоит отнести к типичным особенностям мошенничества. Все эти преступники очень хорошие психологи, об этом нужно помнить. Да, как правило, да, они прекрасно понимают, как у вас вызвать какую-то потребность, какое-то желание или страх, на котором они впоследствии сыграют. Да. А можете ли вы сказать, как обстоит дело по этому вопросу в Самарском районе, опираясь на какие-то данные отдела полиции района? Конечно. Самарский район не стал исключением из общей тенденции, так скажем, Российской Федерации. Значит, в настоящее время, в истекшем периоде, уже свыше 50 уголовных дел находятся в производстве следственных органов. Очень высокий уровень ущерба и очень низкий, к сожалению, уровень его возмещаемости. Раскрываются единичные дела, то есть в настоящее время это порядка 10%. Конечно, мы работаем в данном направлении, мы применяем координирующую роль прокуратуры, внедряем новые информационно-телекоммуникационные технологии, посредством использования которых сотрудники правоохранительного блока имеют возможность пресекать такую преступную деятельность. Но надо понимать, что и методы злоумышленников, они тоже постоянно совершенствуются, не стоят на месте, используются новые технологические процессы. То есть раскрывать эти преступления достаточно сложно. Если 10%, кстати, это уже достаточно высокий процент, было время, когда и 10% не было раскрываемости. Совершенно верно, раскрывать сложно. Надо еще обратить внимание, что больше, я бы даже сказал, львийная часть таких преступлений, они имеют трансграничный характер. Звонят злоумышленники с территории недружественных нам стран. И, соответственно, получить оперативно значимую информацию, взять преступника по горячим следам, к сожалению, не представляется возможным в таком случае. Давайте рассмотрим все-таки наиболее распространенные схемы. Понятно, что все время появляется что-то новое, какие-то новые нюансы, но тем не менее. Есть какая-то база на сегодняшний день. Вот, например, требование выкупа. Мне кажется, с этим вообще все уже сталкивались, когда вам звонит кто-то с незнакомого номера. И, конечно же, этот мошенник, он представляется вам каким-то знакомым или родственником. Быстро все это происходит, взволнованный голос. Обычно идет информация о том, что человека задержали, какая-то авария произошла, или вот что-то такое из ряда вон выходящее. Нужна помощь. Какие еще варианты тут могут быть вообще? И что происходит на самом деле? Вот обращу внимание даже на тот алгоритм, о котором вы сейчас поговорили, требования выкупа. Здесь как раз психологический акцент играет роль. То есть здесь давят на страх. Страх за свободу своего близкого, страх за его дальнейшую судьбу и вообще жизнь в целом. Да. Особенно податливы на такие преступления, к сожалению, престарелые граждане. То есть вот эта высокая обеспокоенность за судьбу своего внука, оно приобретает какой-то доминирующий характер. И, конечно, дедушке, бабушке тяжело противостоять таким умелым переговорщикам, которыми, как правило, и являются злоумышленники. Действует в таком случае не один, как правило, злоумышленник, группа лиц. Один сначала представляется обезличенно родственником. При этом он даже может не называть свое имени и имени своего... Жертва обычно сама называет по имени там «Вася, это ты?» Да, все верно. Социально значимая информация выпытывается преступником, скажем так, у потерпевшего. И, собственно, затем подключается к данному диалогу уже некий сотрудник правоохранительного блока, который предлагает за денежное вознаграждение каким-то образом всю эту ситуацию нивелировать. Кроме того, вообще список таких способов и средств, под которыми выманиваются денежные средства, он, конечно, не является исчерпывающим. Если мы сейчас будем каждый из них проговаривать, мы, наверное... Нам не хватит передачи, да? Но вот типичным также является примером выигрыш в лотерею. Приходят сообщения... Очень часто сейчас. Да, приходят сообщения о том, что вы стали счастливым обладателем автомобиля, потому что случайным образом совпала ваша комбинация цифр. И даже имеются отсылки на какой-то интернет-ресурс, пройдя по которому мы действительно обнаруживаем в списке финалистов викторины или лотереи свои данные, данные своего мобильного телефона. Кстати, как правило, обезличенные. И есть приписки о том, что обезличенность мобильного телефона обусловлена стремлением избежать в отношении вас преступления, скажем, да. Иногда даже последние четыре цифры мобильного телефона звездочками закрыты. Очень тонко. Очень тонко. Это объясняется очень просто. При телефонных мошенничествах используется метод воронки. Идет колоссальная отсылка посредством использования специальных программ на сотни, а то и тысячи телефонных номеров, у которых, соответственно, последние цифры отличаются. А первичные, они, собственно, у многих одинаковые. При таком условии, значит, когда мы перешли на сайт, мы видим условия этой акции, в которых указано, что для того, чтобы забрать приз, выигрыш, автомобиль, вам требуется оплатить, например, госпошлину. И ввести эти денежные средства на определенный адрес. Это может быть посредством того же самого сайта, так называемый фишинговый сайт, посредством терминала банковской оплаты, киви-терминала. И любым, так скажем, другим доступным путем. При переводе денежных средств вы отправляете соответствующую певитанцию или проговариваете вслух, соответственно, преступнику данные об отправке. И все, денежные средства списываются. И никакого выигрыша, конечно, не будет. Важно здесь помнить знаменитую пословицу, что бесплатный сыр, он только в мышеловке. Не следует себя какими-то иллюзиями питать, что кто-то бесплатно даст автомобиль, транспортное средство, если уж вы, тем более, и не участвовали ни в какой лотерее. Вот смотрите, смс-просьба о помощи тоже частая. Код от оператора связи. В последнее время очень популярно, постоянно звонят и говорят, что у вас там, например, закончился контракт, дата вот уже на исходе, когда мобильный оператор по вашему номеру вас обслуживает, вам надо ей продлить эту дату, пролонгировать договор, и вот начинаются вот эти вот смс-какие-то сообщения, подтверждения. Как работает вот эта схема? Ну, скажем, если мы говорим о смс-рассылке, опять же, смс, ммс-рассылке в мессенджерах, сейчас очень часто используют такая рассылка различного рода социальные сети, одноклассники, ВКонтакте, приходят сообщения тоже обезличенные, как правило, или же если есть доступ к вашему имени в том же самом ВКонтакте, например, то могут там написать Саша, Маша, Ваня, друг, пожалуйста, то есть взывают к самым глубинным каким-то благородным чувствам, мне срочно нужны деньги, это, как правило, незначительная сумма, да, такая, которая, скажем, без отрыва от места вы можете перевести просителю тысячи рублей, полторы, девятьсот, ну, важно понимать, что таких сообщений отправляется также тысячи. Ну, слиру по нитке, нищему на кафтан называется. Конечно, конечно, да, все просто, переводится денежная сумма на указанный номер телефона, и, конечно же, вы больше никогда ее не видите. Да, но тут еще что опасно, бывает, когда необходимо подтвердить код, вот тут уже все сложнее, потому что... Это отдельная история, отдельный вид мошенничеств, как правило, код приходит с вариацией от, там, нуля до одного, если ноль, то есть вы согласны, если один, не согласны. Это подкрепляется какой-то легендой типовой, да, что, чтобы подключить услугу, улучшить качество связи, значит, согласны ли вы нажмите один, не согласны, ноль, ну, конечно, каждый из нас хочет улучшить какое-то качество, будь то связи, будь то жизни, будь то каких-то других касаемых нас моментов. И при подтверждении происходит списание денежных средств, потому что этот, по сути, является ключом к вашему мобильному счету. Вот это как раз мошенничество с банковскими картами, оно обычно по такой схеме происходит? При мошенничестве с банковскими картами злой мышленник ориентирован на получение от вас пин-кода карты. Даже так? Да, пин-кода карты, потому что даже не номер, номер у него может уже быть. Опять же, мы живем в непрерывно усовершенствующемся мире, и многие из нас пользуются такси, службами такси, где мы привязываем банковскую карту непосредственно к своему аккаунту. Да, 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 магазины, да, повсюду. Магазины, доставка курьерская, да, и другие интернет, скажем, приложения, где мы посредством оплаты моментально получаем ту услугу, которую хотим. Так вот, нередки случаи, когда, к сожалению, происходит утечка персональных данных с перечнем всех банковских карт, привязанных. Такие случаи были, я не думаю, что мы будем сейчас озвучивать каждый. Достаточно знаменитые, причем сервисы отличались, так скажем, в таком ключе. Так вот, злоумышленник ориентирован на получение у вас пин-кода. Стоит только ему назвать, под какой-то легендой этот пин-код, сверка данных, перерегистрация привязанного счета, блокировка счета, чтобы разблокировать, нажмите, назовите пин-код. Все денежные средства, соответственно, с банковской карты уходят. То есть тут, что важно знать, никогда никому по телефону нельзя, не нужно называть пин-код. Больше того, скажу, здесь не просто даже пин-код. Вообще, при поступлении таких звонков, надо незамедлительно положить трубку. И если все-таки у вас остаются какие-то сомнения, просто перезвонить. Не по этому номеру, это тоже очень важно. По официальному номеру ввести в интернете, например, официальный телефон горячей линии, банка, позвонить по этому банку, спросить, а действительно ли какие-то манипуляции со счетом происходят, и мне надо что-то подтвердить. И в 99,9% случаев вам скажут, что вам звонили мошенник. Вот в последнее время стали очень распространены звонки, якобы из полиции, ФСБ, и других силовых структур. Как распознать вообще, настоящий это сотрудник правоохранительных органов звонил или мошенник? Я могу сказать по собственному опыту, что сотрудники полиции не звонят для того, чтобы предложить за денежные вознаграждения освободить какого-то гражданина. Этого просто не происходит. Но если же все-таки такие сомнения у вас как-то закрались, ну, перезвоните родственнику, да? Перезвоните родственнику. Позвоните, в конце концов, в полицию, уточните, а вообще сообщение проходило о преступлении с участием вашего, скажем, родственника, друга, товарища или просто близкого человека. После этого, я думаю, все сомнения будут развеяны. Надо быть бдительным. Надо быть бдительным. Вообще, уже ряд советов от вас уже прозвучал, как не стать жертвой телефонного мошенничества. Может быть, есть еще какие-то методы такой самозащиты? Конечно, есть. Вообще, надо быть внимательнее. Работа по правовому, скажем, просвещению граждан, она ведется непрерывно и поставлена на поток. Все объекты, социальные инфраструктуры, пенсионные фонды, социальный фонд России, различные многофункциональные центры, повсеместно отображается информация разъяснительного характера о том, чего стоит опасаться, кому не надо отвечать, что никому не называют свои персональные данные, требования. Я не знаю, многие, конечно, привязывают свои пароли к различным интернет-мессенджерам, и чтобы приложение, скажем, их запомнило. Я так не делаю, например, и никому не рекомендую, потому что еще есть вредоносные программы, так скажем, вирусы. Да, вот, кстати, тоже такая новая схема вот этих вредоносных программ. Как, кстати, расскажите, как это работает? Ну, все очень просто. Приходит определенный сайт, например, с предложением, это может быть даже, как скажем, рекламного характера. При переходе по ссылке вы попадаете на соответствующую страницу, и вот в этот самый момент, с учетом того, что сайт этот вредоносный, к вам на телефон, компьютер, значит, скачивается вирус-копировальщик, который копирует все ваши персональные данные. Бывают такие даже случаи, что копируются даже ваши фотографии. И, ну, у всех фотографии разные. Как минимум, злоумышленник получает информацию о круге ваших друзей и интересов, близких и родных. Ну, а в худшем случае бывают и другие, скажем, материалы, которые впоследствии могут использоваться даже, как бы, скажем, с целями вымогательства дальнейшего. Ну, вот это очень, конечно, изощренно, потому что иногда трудно вообще распознать, нормальная эта ссылка, ненормальная. Как-то вот увлекают каким-то предложением, да, какой-то информацией, и хочется по этой ссылке пройти. Я вас понимаю, но в первую очередь необходимо не переходить на ссылки, которые вам поступают из интернет-мессенджеров. Как правило, номер телефона, который используется злоумышленником для таких целей, он начинается на другую кодировку. Он идет из другой страны. Соответственно, это первое, что должно вызвать подозрение. Непонятный номер, нехарактерный для нашего региона, для нашей общей страны. Второй момент – это незнакомый телефон. При поступлении каких-либо форм уведомления с незнакомого телефона на них просто нельзя отвечать. Не отвечать, не переходить по этим ссылкам. Интересует вас, ну, я не знаю, к примеру, сказать, кухня. Сами. Сами поищите информацию. Да, и вам выпадут какие-то сайты, которые не вызывают сомнений. Вы получите искомую информацию. Вот, наверное, такого рода дам совет. То есть это трезвый рассудок, сохранение трезвого рассудка, бдительности, все-таки внимательное и бережное отношение к своим деньгам. Это в первую очередь позволит обезопаситься от совершения преступления. И главное – холодная голова. Холодная голова. Не впадать в эмоции, положить трубку, прекратить разговор, успокоиться, позвонить тому человеку, о котором ты беспокоишься, да, и узнать, на самом деле так все или совершенно иначе. Хочу вот еще обратить внимание на один нюанс. Мы проговорили про особенности, но я не назвал важную деталь. Когда потенциальная жертва общается с преступником, и преступник чувствует, что в преподносимую информацию человек начинает верить, он не дает ему положить трубку. Он начинает, так скажем, как говорят в кардинальном мире, вести свою жертву. Он требует прямо сейчас, не кладя трубку, проследовать к банкомату, при нем не кладя трубку, положить деньги. Даже может на такие детали обратить внимание, как, скажем, какая комиссия сейчас, чтобы его не обманули. Скажем, он предлагает вернуть документы утерянные, например, говорит, что я вот в магазине стою, я вам сейчас отдам паспорт, военный билет, условно, только вам вы должны привезти денежные средства. И вы думаете, я буду хитрее, а вдруг действительно мне принесли документы. Сейчас я скажу, что я отправил деньги, а на самом деле их не отправлю. Так вот, идет обратная связь о том, какая у вас произошла комиссия. То есть вот до таких деталей доходит. Это делается с какой целью? Контролировать. Контролировать. И, конечно, есть период охлаждения у жертвы. То есть если он положит трубку, что может произойти? Он может посоветоваться с кем-то. Позвонить в полицию, с друзьями, близкими, в банк, в конце концов. Поэтому одна из особенностей, они не дают положить трубку, не дают закончить разговор. Требуют и здесь, и сейчас. Понятно. Какое участие в защите прав граждан, которые подверглись телефонному мошенничеству, принимают органы прокуратуры? Ну, как я говорил, помимо того, что органы прокуратуры осуществляют координирующую, надзорную деятельность за расследованием уголовных дел. То есть если у нас вызывает сомнение во все сторонности расследования, мы отменяем незаконные какие-то решения или даем указания о производстве тех или иных процессуальных либо следственных действий. Кроме того, есть работа с социально незащищенными своими населениями. Ну, это вот как раз пожилые люди, наверное, подростки. Пожилые люди, дети, несовершеннолетние, ограниченно дееспособные. В чьих интересах прокурор выходит уже в суд с исковым заявлением о возмещении денежных средств. Если у нас есть, соответственно, какие-либо фигуранты, на чьи счета в рамках юрисдикции Российской Федерации были осуществлены переводы денежных средств. При этом, кстати, совершенно не обязательно, чтобы это был непосредственно преступник. У нас есть такие граждане, которые продают зачем-то свои банковские карты, свои счета, свои номера, которые впоследствии злоумышленниками используются для совершения преступлений. Так вот, сейчас такая практика, что прокурор уже обращается с таким заявлением не к самому, скажем, преступнику, а вот именно к такому человеку, который подарил, продал или иным способом передал свои банковские счета для использования преступной деятельности. А есть ли обращение граждан с подобными проблемами в прокуратуру Самарского района? Конечно, есть. У нас эта работа поставлена на поток. Неоднократно мы выходили с указанными заявлениями. Преимущественно они рассматриваются вынесением решения о взыскании денежных средств. Кроме того, мы направляем такие заявления и в другие субъекты Российской Федерации. Если у нас есть данные о лице, например, проживающем, скажем, в Перми. Кроме того, я хочу еще обратить внимание, что помимо работы с социально незащищенными своими населения, прокуратурой оказывается помощь гражданам в подготовке проектов исковых заявлений. То есть, скажем, вы не относитесь к той категории в силу защиты интересов, которой прокурор должен выходить и может выходить с исковым заявлением. А, скажем, вы обычный трудоспособный совершеннолетний гражданин. Тогда мы подготавливаем, так скажем, проект искового заявления, который вы потом уже можете использовать в суде при рассмотрении вопроса о возмещении ущерба причиненного преступления. То есть, если я правильно поняла, если гражданин предполагает, что он уже стал жертвой телефонного мошенничества, он должен, собственно, прийти и обратиться в прокуратуру, да? В прокуратуру, позвонить в полицию. Для начала в полицию. Первичный комплекс следственных процессуальных действий осуществляет сотрудники правоохранительного блока, в банк, да, предостеречься, заблокировать там оставшиеся свои там банковские карты. И тем более тот счет, с которого были списаны денежные средства. Вот. А уже впоследствии с ним свяжутся сотрудники прокуратуры при наличии возможности подать в его интересах исковое заявление. А вот гражданам, которые не относятся к категории социально незащищенной группы, органы прокуратуры оказывают помощь? Да. Вот уже было это проговорено. Мы подготавливаем проект исковых заявлений в их интересах. Вот как раз об этом вы говорили. Да. То есть, в принципе, может обратиться любой гражданин, который вот оказался в такой неприятной ситуации. Совершенно верно. Важно только, чтобы денежные средства переводились в рамках Российской Федерации. Потому что, к сожалению, в противном случае наши силы ограничены. А какова ответственность, предусмотренная законом за совершение телефонного мошенничества? Вообще, по статье 159-й Уголовного кодекса Российской Федерации преимущественно предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Надо понимать, что степень ответственности возрастает с учетом так называемых квалифицирующих признаков. То есть, это размер причиненного ущерба, организованной ли группой преступной оно совершено. И другие немаловажные факторы. Достигает, она превышает 10 лет лишения свободы. Кто-нибудь получал такой срок? Вот за телефонное мошенничество такое в практике? Безусловно, получали. Особенно, когда мы говорим о каких-то организованных преступных группах. Или тем более преступных сообществах. Но, тем не менее, мошенников таких много. И вот даже такое серьезное мера ответственности не останавливает. Как я говорил. От легкой наживы. Да, здесь ситуация очень простая. Раскрываются-то единичные преступления. А круг жертв, он не ограничен. Потенциальных жертв. Да, конечно, конечно. И, соответственно, отсюда следуют те пугающие цифры совершенных преступлений. Ну, миллионы рублей, если не сказать больше. Да, уходит. А какие еще механизмы защиты прав граждан, которые подвергаются телефонному мошенничеству, используются органами прокуратуры? Можете сказать? Ну, с недавних пор, скажем, прокуратурой налажена работа по привлечению к административной ответственности операторов сотовой связи. Здесь уже работа ведется, так скажем, направленная на предотвращение совершения преступлений, на профилактику. То есть, в силу того, что осуществляется пропуск вот этого теневого трафика с территории иностранных государств, операторы сотовой связи должным образом не блокируют такие входящие сообщения, прокуратура района выносит постановление по делу об административном правонарушении. И, соответственно, там очень серьезные штрафы, вплоть до миллионов рублей. Работа это, конечно. Ну, вот это полезное взаимодействие с операторами связи. Да, конечно, полезное. В качестве профилактики. Работа в настоящее время поставлена на системный поток. И уже есть определенные результаты. Я думаю, в скором будущем мошенничества, совершенные с использованием мобильных телефонов, они, скажем, сойдут на нет. Ну и главное, бдительность, бдительность нас самих. Да, как я еще раз уже говорил, бдительность, трезвый рассудок, бережные отношения и холодный расчет должен в первую очередь. Не надо поддаваться панике. Надо положить смело трубку, перезвонить родственнику, другу, в полицию, в банк. И, конечно же, так скажем, фильтровать самому тот контент, который ты просматриваешь, который ты используешь и который тебя окружает. И тогда нервы и деньги будут в сохранности. Да, в сохранности в целости. Наше эфирное время подошло к концу. Александр Игоревич, благодарю вас за полезные разъяснения. Напомню, сегодня гостем в студии был заместитель прокурора Самарского района города Самары Александр Бахчев. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова